Музыка и акшн. Так можно было начать любой фильм о поп-короле, но только не этот. Пора отмотать время вспять и понять, как обычный мальчик Филя заслужил высочайший ран в шоу-бизнесе. Казалось, только недавно праздновали 50, а вот уже скоро. А зима катит глаза. Лето красное пропела, двинуться не успела. Филиппу Бедросовичу исполняется 55 лет. Все эти годы он, как великий артист, легко меняет маски. Киркоров-скандалист. Я пока не аппетитирую сейчас с камерой. Шоу вашу, не начнется, понятно вам всем? Киркоров матом обложил. Да, обложил, потому что это работает. Киркоров-фэшн-икона. Тут каждый камешек, как ваша трехкомнатная квартира. Бальмон, Бальмон, Диор, Левитон, Левитон и, конечно же, Ролекс. Киркоров-гроза журналистов. Да не меня снимай, ты снимай вот этого. Что ты меня снимаешь-то? Господи боже мой. Он сыплет остротами, которые пресса растаскивает на заголовки. Я, деточка, незаслуженный. Я народный. Пока я живу, у вас есть чем кормиться. У вас заработок есть. Пользуйтесь, пока я в хорошем настроении, пока я извергаю эти фразы. Ну а если настроение плохое, Киркоров может легко заткнуть журналиста одним взглядом. Если дают глупые вопросы, посмотреть так, что уже не хочется задавать. Абсолютно магнетический взгляд может проделать дырку в человеке, собственно. Только глазами, да, он может сожрать глазами. И не только глазами. А вас интересуют какие-то ***? Все, отстань. Пошел ***. Но что скрывается за всей этой бесконечной игрой, блеском страз, масками и перьями? Плестаешь сегодня, да, говорят? Как это Ареба делает? Какой он настоящий Филипп Киркоров? У меня дело виты немножко сильное. Я слабый, такой же, как и все. Местами он не всегда счастлив, потому что, мне кажется, Фил одинокий парень. Филипп во всем стоит на самом вершине, в иерархической системе, которую, собственно, он выстроил. И вы понимаете, что ведь ни у кого даже язык не поворачивается себя всерьез назвать подкоролем. Да? Как бы это ни скромно не звучало, я на Олимпе. Сегодня он впервые спустится с Олимпа, снимет корону, мантию и предстанет таким, какой он есть. Просто человеком. Со своими невысказанными проблемами, переживаниями и болью. Это все не проходит, это все рубцы, эмоциональные рубцы. Как ему удалось не сломаться под ударами судьбы? Когда ты вдруг в одной части оказываешься один, вот уж ты один остался. Ты еще и без денег остался, поведали все вокруг. Чем пожертвовал Филипп Педросович, чтобы стать самым узнаваемым и почитаемым артистом в шоу-бизнесе? Полный крах на теме личной жизни. Профессия меня целиком и полностью поглотила. Сделала эгоцентричным, эгоистичным. И на что ему приходится идти, чтобы сохранять свою власть в шоу-бизнесе? Киркоров. Ну то есть я сейчас говорю, у меня, смотрите, мурашки. Есть что-то такое неуловимое, что даже невозможно объяснить. Исповедь, на которую непросто решиться. И откровения, которые объясняют все. В программе «Без мантии. Все тайны поп-короля». Имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят все, что я хотел передать и сказать. Полный ансад! Капошай! Он готовился к этому выходу на сцену два долгих пандемийных года. Когда без гастролей сидел весь шоу-бизнес. И Киркоров в том числе. С Новым Рождением! С Новым Рождением! Концерты в Санкт-Петербурге. Затем в Москве. Пока пресса распускает слухи, мол, на юбилейные выступления Филиппа Киркорова плохо продаются билеты, поп-король организует дополнительные шоу. Посмотрим, что там у нас. Рассказывайся, рассказывайся. Народ! Мой народ! Кайф! В четвертом десятке! Творческой жизни! Книгу рекордов Виннеса попадем, думаю, переплюну шер. Do you believe in life at the love? Шер переодевалась за время своих концертов раз в 15 или 16. Наверное, я переоделась за это шоу раз в 22. Сначала Филипп Бедросович планировал повторить шоу 2019 года, но это было бы не по-киркоровски. Поэтому новые декорации, сумасшедшая сценография. И новые проблемы. За свой перфекционизм приходится расплачиваться нервными клетками. Сейчас я с вами там вот разговариваю, у меня уже уже телефон, а я понимаю, что это мне звонит музыкальный продюсер, который спрашивает, а какое мы делаем вступление? А вы успеете переодеться за полторы минуты? А я говорю, полторы минуты, мне много, мне надо 40 секунд. Стремление обогнать время, самого себя и шерф придачу не родилось из ниоткуда. За несколько месяцев до юбилея певец в беседах с журналистами намекает. Он готовит какой-то невероятный сюрприз. Есть одна идея, которая вот-вот родится к моему дню рождения. Я кое-что приготовил, естественно, но минутку терпим. Чем же артист будет удивлять на этот раз? Неужели впервые за свою карьеру сделает дуэт с зарубежной звездой? Но с кем? Неужели с той самой шер? Я не могу брать. Да, это шер. Эмейзинг был бы, если бы это случилось. И 30 апреля 1922 года на сцене Кремля вышли Филипп Хорох и шеры. Бомбанули супер дуэт, который практически уже был готов. Увы, бомбануть шер не получилось. Судьба словно проверяет его на прочность. Еще один проект, который из-за внешних обстоятельств, что называется, слетает, американский мюзикл «Аладдин». Его Киркоров давно мечтает привести на нашу сцену. Прям видел себя джином, и все. И практически уже обо всем договорились. И практически уже должны были начинать компетировать. В итоге ни Аладдина, ни Шер, ни Евровидение, в котором он больше не сможет участвовать от России. А Вик Киркоров с 1995 года пытается взять этот форпост. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости. Такая навязчивая идея. Я должен победить на Евровидении. Неважно, как продюсер, как композитор. А я все время в шаге. В маленьком шаге от победы. Но судя по последним событиям, и того, что наша страна больше не участвует в Евровидении, надежды на это мало. Казалось бы, в свете таких неурядиц, да еще и в канун юбилея, другой бы артист сник и впал в депрессию. Но только не Киркоров. В разгар торжеств певец выходит к журналистам с бывшей солисткой группы «Артика Асти» Анны Дзюбой. И объявляет, это не просто очередной дуэт, а кармическая история. Мне Ванга предсказала, что все женщины в моей жизни будут на «А» начинаться и на «А» заканчиваться. И вы посмотрите, что происходит. Алла Агеева в бутумашера с Путиным. Ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Анастасия Стоцкая. И ты скажешь «А-а-а-а-а-у-у-у». Анна Маруф. С ним не камер фо. О-о-у. И вот еще Анна ориентировался на свою судьбу. Какую роль болгарская прорицательница сыграла в жизни Киркорова? Почему мистическим образом он преодолевает любые неприятности? И как ему удалось из никому неизвестного начинающего певца превратиться в самого титулованного исполнителя российского шоу-бизнеса? Болгария. Город Петрич. Именно здесь 47 лет назад определилась судьба Филиппа Киркорова. В этом доме жила и принимала просителей слепая Ванга, известная целительница и прорицательница. И однажды к ней на прием попал с виду обычный мальчик Филя, которого привезли родители. Певец Бедрос Киркоров и его супруга, ведущая концертов Виктория. Чего-то заболел я очень сильно. Мама с папой меня в охапку и договорились с бабой Вангой. Ну, мама тут спрашивает. Баба Ванга, она первый раз пришла. А что, сыночка, вот будущее какое у него. Вижу его на высокой горе. В руках металлическая палка. Вот его будущее. Мама в трансе, в ужасе. Кто будет жена? А я, жена будет. Первая, кого сейчас приедет, увидит, вернётесь домой, вот та и будет жена. Ну, хотя бы одно имя наказано. Это первая буква А. Ну, никто даже тогда представить себе не мог, что первая, кого я увижу, это будет телевизор, где поёт Алла Бугачёва. А, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешанным для всех. Я увидел, боже, какая красивая певица. Как она классно смеётся. Смех смехом, но всё сбылось. Спасибо тебе за то, что ты есть и появился в моей жизни. Я теперь человеку с днём рождения. Алла Бугачёва и Филипп Киркоров и впрямь поженились, и стали, как сказали бы сейчас, главной пауэр-капл в шоу-бизнесе. Объявляю вас мужу и жену. Впрочем, юморист Владимир Винокур утверждает, Алла и её будущий супруг познакомились ещё раньше, когда Киркоров только появился на свет. Мама и папа его работали с нами. Когда он родился, мы все с цветами побежали в роддом. Кобзон, Лещенко, я и Пугачёв. Но вы зря смеётесь, девочки, потому что мало кто из вас вынес из роддома своего будущего мужа. В таком окружении и без Ванги было ясно. Мальчик вырастет артистом. Путь на олимп шоу-бизнеса был не так-то прост. Но его юный певец осилил в два шага, словно какая-то сила вела к вершине. Филипп, филипп, филиппп, филиппп. Хотя стартовал он с самых низов. Хищенёв. Я там начинал впервые, работая по деревням молдавским и сёлам. Бегали курицы, петухи, свиньи. А я был солистом молдавской группы ЭКОУ. Диско-диско, партизани! Диско-диско, партизани! Поначалу в его талант не верили даже родители. На вступительных экзаменах в ГИТИС Филипп так и вовсе провалился. Это был такой шок, потому что папа мой закончил ГИТИС. Он знал всех там учителей, но я же принципиальный. Я же не хотел быть папеньким сынком, чтобы папа звонил и просил за сыночка. Я пошёл сам. И мне в достаточно жёсткой форме отказали. И вот так что-то я пошёл, обрёл по Москве. А это был последний день, когда можно было подавать куда-то документы. У меня красиво такое ГИТИС. И смотрел маленькое объявление. Набор до 18.00, там, 22 июня. А на часах у меня там 17.50. То есть 10 минут ещё есть. Казалось бы, как можно успеть сдать экзамен за 10 минут? Тем более, что в комиссии сам Иосиф Кобзон. Он, кстати, впоследствии сыграет в судьбе Филиппа важную роль. Он меня не принял когда-то в институт Гнесиных. Но всегда об этом потом говорил, что вот я не принял. Но потом принял активное участие порой в разных ситуациях в моей жизни. Как ни странно, несмотря на то, что Иосиф Давыдович указал Киркорову на дверь, в Гнесинку юный певец всё-таки был зачислен. И снова ему повезло. Филиппа заметила преподаватель Маргарита Иосифовна Ланда, у которой был похожий ученик, известный на тот момент певец Сергей Захаров. Требелый коня, эх, требелый коня, декабрь, варь, это враг. В детстве мне все говорили, что я был на него похож очень. Очень реальненький такой Сергей Захаров. И я в молодости, как два близнеца. Внешность сыграла вот ту самую роль. Она встала и сказала, да, я его беру к себе в класс, это будет суперзвезда. Тем не менее, учеба в Гнесинке не гарантировала всесоюзную славу. Студентов училища могли отчислить в любой момент. И уж точно не каждый из них мог запросто попасть на телевидение. Киркоров смог. Московские ритмы, московский размах, Московский особенный голос. На первом курсе на экзамен пришла редактор Ольга Молчанова с программы «Шире круг». А какая-то у нее была связь там с этой вот, говорит, то есть она говорит, дайте мне этого мальчика, я что-то с ним придумаю. И вся моя судьба, вся моя жизнь, вот эти вот, как, пятерку пожать, или как вы говорите, вот это вот. Впрочем, свое право закрепиться на телеэкранах ему пришлось отстаивать долгие годы. И за все бонусы от высших сил пришлось платить. Кажется, весь мир перед тобой, весь мир по колено. Я хочу спеть хит в лучи, я хочу, чтобы моя жена была Алла Пугачева. На! Я на алтарь искусства положил все в своей жизни после этого. Я заплатил серьезную цену за дальше потом. Почему после стремительного взлета и бешеной популярности на Филиппа Киркорова обрушились провалы один за другим? Из-за чего супруг Примадонны в одночасье лишился главной любви своей жизни? И чего ему стоило начать жизнь с чистого листа? Ночь с 31 декабря 2005 года на 1 января 2006 он запомнит навсегда. Пока страна отмечает Новый год, Филипп Киркоров находится на грани жизни и смерти. Все радуются, а ты один. Мало того, что ты один остался, ты еще и без денег остался. Мало того, что тебя предали все вокруг. За душой ни гроша. И вот сижу эту ночь и думаю, Господи, дай знак. Какой-нибудь дай знак, что все будет хорошо. Час ночи, два ночи. Нет никаких знаков. Артист буквально раздавлен депрессией. А всему виной расставание с Примадонной. Женщина, которую ему предсказала сама Ванга, разводится с певцом. Мало-помалу поженились, мало-помалу разругались, мало-помалу развелись. Если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру. Самое сложное было время, когда он разводился с Пугачевым. Он ушел в депрессию, в душе была выжжена земля. Ну, каждый должен пройти такой момент. Алла для него больше была не жена, была символ, женщина, икона, которой он там поклонялся еще с детства. Жениться на иконе, это, наверное, не самый лучший способ реализовать какую-то идею семьи, брака, личной жизни. Алла Пугачева в каком-то смысле заменила ему мать. Через полтора месяца после женитьбы на Примадонне Киркоров потерял маму. Виктория Киркорова скончалась после продолжительной болезни прямо в день рождения певца 30 апреля. У Филиппа даже не было времени оплакать утрату. В день похорон он выехал на гастроли. В 9 утра хоронят мать, а в 12 часов самолет. Как это мог человек, сын уехать на гастроли? А вот мог. И воспитан так был этой матерью, Викторией Михайловной. Что бы ни случилось, сынок, ты должен высоко держать знамя артиста. Страшно представить, что чувствовал тогда Киркоров. Тем не менее, работал на пределе своих возможностей. Более того, показал шоу-бизнесу, как делают шоу настоящие фирмачи. Певец достигает небывалого размаха. По сути, в 90-е Киркоров это наш Майкл Джексон. Даже в 98-м году, когда был полнейший крах в стране, я придумал себе эти 33 концерта в Петербурге и тур по всей стране с самолетом, с портретом. Мы должны быть много со временем. Я победил самого себя, я победил свои сомнения, я победил свои комплексы. Я объездил практически весь мир с этим самолетом. Меня встречали и в Лас-Вегасе, и в Лос-Анджелесе, и в Майдису-Суэр-Гарден. Тем не менее, весь этот шик-блеск влетает в копеечку. Фактически, все, что Киркоров зарабатывал, он вкладывал в себя же. Заплатить клипмейкеру, художнику-декоратору, на телевидение отнести за рекламную кампанию, за репетицию, за инструменты, за костюмы, балету, содержать 80 человек. Вот это никто не считает. Лопни, но держи фасон, говорится. Я не умел накапливать никогда деньги. Я тратил либо на творчество, либо на себя, либо на друзей. Столько денег профукал на эти понты. Вскоре на горизонте замаячил еще более авантюрный проект. Он, увидевшую в Америке на Бродвее Чикаго, сошел с ума, и он себе дал слово о том, что этот музыкал будет в России. Ты и есть шиком, блеском, шика, блеск дай. Я купил эту лицензию, заплатил безумные деньги, все. И когда мы перевели, я узнал, что это претюрьму американскую, чикагскую, у меня волосы зашевелились на голове. Мне так все это понравилось, так все это красивенько, когда вник в суть, я понял, боже мой, что я везу в Москву, что я наделал, куда ты смотрел, всевышний. Почему ты меня в школе не обучил нормальному английскому? Но удиваться было уже некуда. Лицензия была куплена, деньги заплачены, кредит был взят в банке очередной. Впрочем, тогда, в 2002 году, Киркоров и виду не подал, что его затея пошла не по плану. Во время интервью держал глухую оборону. Почему американская традиция джаза, танца не может пользоваться с таким же успехом в России? Это культурный обмен. Игорь Крутой считает, Чикаго был обречен. Площадка, на которой они это делали, Чикаго, там всего, по-моему, 1200 или 1300 мест, и оправдать очень сложно в материальном плане. Киркоров боролся за свое детище до последнего. Судьба распорядилась иначе. 23 октября 2002 года, буквально через пару недель после премьеры Чикаго, произошла страшная трагедия. Прямо во время прогона другого мюзикла «Норд Ост» террористы захватили в заложники артистов и зрителей. Театральная Москва того сезона встала вся. Люди перестали ходить в театры от ужаса, что может случиться что-то страшное. Но моих продюсеров и партнеров не интересовало. Они продали лицензию и они просили свои проценты и расплачиваться с ними как на полный зал. Я расплачивался, потому что мне важнее была моя репутация. Киркоров все глубже влезал в долги. Я помню моменты, когда Филипп мне рассказывал, как у него на карточке не было там ни 50 рублей. Ну а коллеги по цеху не спешили сочувствовать артисту, которому, наверное, впервые не повезло. Чикаго провалился с треском. С днем рождения, Алла Борисовна. С днем рождения, Алла Борисовна. Наверное, это хороший мюзикл, раз там пели такие хорошие певицы, как Анастасия Стоцкая. Но у Филиппа, который привык быть победителем, начали сдавать нервы. Вскоре приключился скандал. В Ростове он обругал журналистку Ирину Араян, ту самую розовую кофточку, которую ему будут припоминать еще очень долго. Он был просто не в духе. Надо знать для этого Киркорова. Когда он не в духе, он докажет вам, что вы не имеете права даже упоминать его имени без страха быть расчлененным, потому что он Филипп, а вы, фу, никто. Через полгода брак с Пугачевой, который продлился 10 лет, рухнул. Тем не менее, в ту страшную новогоднюю ночь, когда он остался совсем один, судьба, вдоволь поиздевавшись над певцом, внезапно сменила гнев на милость. Друзья неожиданно пригласили обедневшего артиста выступить на корпоративе. А ведь Киркоров был буквально в шаге от глупого и опрометчивого поступка, который он уже никогда бы не исправил. Четыре утра, пять утра. Знаков нет. Ну, раз знаков нет, я уже практически так уже придумал все. Друг звонок. Что делаешь? С Новым годом. Слушай, тут заказчик очень крутой. Короче, я приехал, там действительно идет веселуха. А почему я был уверен, что меня кинут, что мне ничего не дадут? Ну, ладно. И я прямо как в последний раз там развеселил всех. Короче, мне дали в два раза больше, чем мне дали. Даже вы не понимаете, какие это большие были деньги. И вот я возвращаюсь домой после этого всего. У меня маленький сейф был. Такой средний, но он как раз вместил. Вместил это количество денег. И вот так с 1 января 26-го года началась совершенно новая жизнь, совершенно другого человека с абсолютно выжженной землей внутри себя. Его вспышки гнева не прекращаются. За розовой кофточкой следуют другие скандалы, которые делают хуже прежде всего самому Филиппу. Киркоров избил режиссера золотого граммофона. Киркоров обматерил персонал конкурса «Новая волна». Я пока не аппетитирую сейчас с камерами. Шоу ваше б***ь не начнется. Понятно вам всем? Киркоров матом обложил. Да, обложил. Потому что надо работать. Как поп-королю удалось справиться со своей вспыльчивостью? И кто помог певцу по-другому взглянуть на себя и окружающих? Что? Что опять не так? Всё, хорошо, наоборот. Попалело, когда в теве на литоплике. Но здесь некрасиво. Я на фоне этих чудовищных ящиков. В этом весь Филипп. Если умножить перфекционизм на эстетство, добавить трудоголизм и приправить умением держать всё под контролем, получится взрывоопасная смесь. Ты не меня снимай, ты снимай вот этого. Что ты меня снимаешь-то? Господи, боже мой. Накопленное вот это чувство эмоционального стресса, оно в тебе находится. Ты не можешь проораться. Ты не можешь накричать на сцене, когда полный зал. А хотя хочется. Да что же это такое, да? Это в тебе. И всё, и ты выходишь. Ты приходишь в гримерную, заходишь, люди, везде люди. Вдруг что-то и пошло не так. Любой другой раз даже никто не заметил. А тут происходит эта вот спичка и получается вот то, что потом читаешь о себе в газетах, ложишься в психиатрическую клинику и отходишь. От этого после этого ещё три года. Он легко воспламеняющийся, он конфликтный. И там, где лишний раз промолчать или выпустить пара, он обязательно заводился. Понять Киркорова в такие моменты могут разве что другие артисты, которые также ратуют за качество. Когда ты репетируешь что-то или когда ты хочешь видеть окончательный результат того, что ты видишь, что должно быть в конце концов, какая-то расхлябанность людей вокруг, она, конечно, иногда бывает выводит из себя. Потому что он горит своим телом, горит своей работой. Потом он настолько любит сцену, что он отдаёт на ней просто полностью. Вот я, например, иногда могу похалтурить, а он не халтурит никогда. Он писался на секундочку до пяти утра, не спав с восьми, репетируя, приехав на студию, не жалея себя ни на секунду, вот тогда ты смотришь на артиста и понимаешь, вот это машина. Сейчас Филипп Киркоров уже не позволяет себе совсем уж запредельные вспышки гнева. Ведь держать себя в руках при любых обстоятельствах это тоже работа артиста. Даже если во время фестиваля, который транслируется в прямом эфире, отрубается звук. Я выходил три раза с песни «Сертаки», и у меня все время останавливалось музыкальное сопровождение. Голос шел, а музыкальное сопровождение почему-то выбивало. И никто в зале не думает, что это где-то сработало ГЭС там неправильно, что-то все думают. А-а, фанера отключилась. А это все стресс, это все накапливается. Певец старается не обращать внимания на неурядицы. Ну а после того, как у поп-короля появились наследники, дочь Алла Виктория и сын Мартин, у Филиппа Бедросовича, похоже, полностью поменялись приоритеты. Вот мои достижения. Это самое главное достижение моей жизни. Что вы успели посмотреть, что нравится? Когда хочется иногда прямо ты понимаешь, что у тебя теперь такая ответственность, а что они скажут? Вот сейчас они же все читают, они же попадают в интернет, ты не проконтролируешь. А какой пример я подам, если вдруг они вот прочитают, вот папа, а вот в 2014-м, это что это такое? Нет, в 2014-м уже они были, в 2010-м, вы же ссори, это за год до твоего рождения. Я еще был другим. Он очень изменился, на мой взгляд, в лучшую сторону. Хотя при всем том, вот все эти звездные атрибуты взбалмошности, они при нем остались, они должны быть. Но он сейчас умеет ими управлять. Если раньше как бы для него было я, 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 то сейчас это мы. Мы с Аллой, с Мартином. Впрочем, рано или поздно птенчики вырастут и приведут своих вторых половинок. А то и вовсе вылетят из гнезда. Я сегодня собирался и представлял, что я мою дочурку так собираю на свадьбу ее. Одна только мысль о расставании со своими малышами заставляет его содрогнуться. Дети взрослеют. Я понимаю, куда клонишься. Не хочу даже думать об этом. Главное, чтобы жили дома. Не где-нибудь ютились по улочкам, по переулочкам. Попытала Виктория, я не волнуюсь. Она меня не подведет. Она свою возьмет. А вот Мартин мой, он, конечно, может попасть. Потому что красавчик. А красавчики обычно залипают на таких которые из этих красавчиков начинают львить веревки. И вообще ужас такой. Впрочем, лезть в отношения своих наследников Киркоров не собирается. Другой вопрос. Чем займется поп-король, если и впрямь гнездо опустеет? Почему все это время он не спешит искать любовь? И кто может претендовать на сердце поп-короля? Простите, но я все еще сенсация. Живо! Нежно! Нежно! Его любят миллионы. Но любви для самого Филиппа Киркорова как будто не существует. Наверное, это и есть та плата за титул поп-короля. Ведь, как пела его первая и единственная супруга, кое-что не может ни один король. Жениться по любви Не может ни один Ни один король Полный крах на теме личной жизни. Любовь и все такое. Любовь, морковь. И с этим я уже смирился. Не потому, что я такой плохой, потому что я, наоборот, очень хороший. Но профессия меня целиком и полностью поглотила. Сделала эгоцентричным, эгоистичным. Я настолько опустошенный прихожу после, особенно, концерта. А если кто-то рядом, я обязан внимание уделить. Ну, не создан я для... Ну, не парный, а шелкопряд. Тем не менее, это не мешает певцу заигрывать со своими визави. Каждая симпатичная артистка, которая попадает в его поле зрения, чувствует на себе мощь поп-королевского обаяния. Меня всегда магнитом тянуло на красивых, талантливых певиц. За лапу сто пять. Почему вы меня ударили по попе? Ну, ты такая стоишь аппетитная, просто, вся в дырках. Просто, как тебя не ударить? Как в эти дырки не залезть, понимаешь? Аллочка, вот какая ты вот, все Аллочки, вот такие вот ухо, игривые. У меня дочь в зале сидит. Аллочка, закрой глаза, папа шутит. Конечно, он шутит. Дарит юным звездочкам кусочек своего личного хайпа. Это был 17-й год, я выступала на «Новую волне», и я была просто шокирована тем фактом, что вот он, вот он рядом со мной, вот он сажает меня на свои коленки. Об этом написали практически все. Бузовый Филипп, Бузовый Филипп. То, что скоро что-то произойдет, это так. У меня вся жизнь хайп. Я так живу. Я не ожидаю и не планирую никогда свои поступки, свои слова, свои тексты, свои выходы. Я живу, люблю, как хочу, так и живу. Но как на самом деле живет поп-король? Под маской хайпа Жора скрывается ранимый, добрый и верящий в чудеса человек. Сам он об этом не расскажет. Видимо, не привык себя хвалить. Зато рассказывают его друзья. Филипп на самом деле очень отзывчивый человек и если нужна помощь, он всегда готов помочь. Вот, например, ради того, чтобы присутствовать на моем юбилейном концерте, он прилетел специально из Америки. Он решает все проблемы. То есть спросить, что-то поинтересоваться или просто помоги, или дай совет. То есть я лично видела на моих глазах, как он решал какие-то вообще вопросы, которые не имеют к нему никакого отношения. Ну, он внимательный, он чуткий, он как бы неравнодушный человек ко всему происходящему, ну, как бы в нашей такой, можно сказать, определенной эстрадной тусовке. И действительно, многие артисты, когда попадают в беду или просто хотят дружеского совета, обращаются к Филиппу. Вот и Анна Асти, когда ушла из группы Артика Асти, первым делом позвонила Киркорову. Мне казалось, что все, боже, наверное, все закончено. Наверное, я больше никому не нужна. Меня уже не ждут. И единственный человек, с которым я хотела пообщаться и спросить у него совета, это был Филипп. Мы приехали к нему в гости на ужин. Это были 4 часа или 5 часов задушевных разговоров. Вот этот момент, когда тебя оставляют, и ты понимаешь, что жизнь закончена, важно, чтобы рядом появился старший товарищ плечо, которому можно было улыбнуться и поделиться, и поплакаться. И тем более, если это плечо то же самое испытало, но на лет 20 раньше. И скольким еще он помог, много которых мы не знаем. Другой вопрос, почему вдруг Филипп Бедросович, человек, который, казалось бы, всегда был увлечен исключительно собой, стал своего рода крестным отцом в шоу-бизнесе? Зачем он тратит свое ценное время на других? Возможно, в артистической среде он и впрямь негласно занял не только поп-королевский трон. В свое время так помогал окружающим Иосиф Кобзон. И 5 лет назад у Кобзона и Киркорова состоялся серьезный разговор. Ну, здесь это было, в Кремлевском дворце было, на моем юбилее, на 50-летие, когда он пришел и поздравил меня. Он меня назвал своим преемником тогда. Ну, это очень ответственно. Я до сих пор, так скажем, отойти не могу от этих слов и, наверное, может быть, даже еще в какой-то степени не готов к тому, чтобы принять от него этот титул. Но было безумно приятно, что он во мне увидел человека, которому мог доверить какую-то миссию, определенную миссию, которую нес он. Я не ошибся. У него многогранная душа, он занял свою нишу, и я не думаю, что желающие ему помешать появятся на его пути. А ведь когда-то именно Кобзон не принял Киркорова в училище имени Гнесиных. Ну, а теперь Филипп продолжает дело метро и пытается по мере возможности помогать молодым. Кого-то поддерживает словом, например, тиктокера Даню Милохина. Ой, Даня, ну он же прелестный. Ну, что вы к нему прицепились? Очень приятно, очень круто. Оно меня подбадривает. Да, у крутой дяденька, блин, он такой, у него семья, он уже взрослый, но при этом я подходил к нему снимать тикток, когда мы просто видим всегда соглашаются, всегда соглашаются. Поп-король гораздо ближе к молодежи, чем другие статусные артисты. Филипп вообще не стремится к какому-то контролю, к статусу, я не знаю, пахана шоу-бизнеса, от себя кого-то взять, поднять. Периодически коллаборирует вот с молодыми артистами, что как бы тоже здорово. То есть он как-то и не стремится к власти, к этой. Он первый в шоу-бизнесе записывает совместку с блогером. Дава до сих пор не может забыть, как ему удалось, что называется, достучаться до небес. Я ему в директ первый раз написал, он мне не ответил на сообщение. Я неделю ждал, потом удалил сообщение, думаю, ну как бы надо понаглядь и еще раз поднажать. Написал ему второй раз. И вот после второго раза он мне ответил. Ему очень понравился трек. Ну-ка дай сюда корону. Роли-роли на руке. Я прикал, Сегра стоял, слава, но я на мне, но я. В итоге Дава и Киркоров с треком «Роликс» собирают целый букет наград. Слушай, ну я, честно, я в шоке. Я мечтал об этом. И если бы еще года два назад реально мне бы сказали, вот ты будешь там стоять с Филиппом Киркоровым и получать награду, я бы сказал, да нет, ну это что. Какое-то поколение пошло сейчас артистов, вот то, с которым я встречаюсь. Мари Крэмбери, Лава Кока, Джонни, Зиверт, да. Какие-то ребята пошли все. Причем очень хорошие, очень светлые. Они так тянутся тоже к общению со мной. И меня к ним тянет. А ведь когда-то, 35 лет назад, на их месте был сам поп-король. Это сейчас Игорь Крутой и Филипп Киркоров чуть ли не лучшие друзья. А поначалу артист тоже нервничал, когда звонил продюсеру впервые. Первый звонок был у нас в презентации с Сашей Серовым. лепестками белых роз. И вдруг звонок «Алло, Игорь?» Это вот Филипп Киркоров, начинающий певец. Я только что посмотрел вашу презентацию с Серовым. Это такой европейский уровень. Я вот хочу высказать вам свое восхищение. Не знаю, кто такой Киркоров, откуда восхищение. Впрочем, довольно скоро Филипп Бедросович и сам понял, как восхитить публику и коллег по цеху. Певец сделал ставку, как сказали бы сейчас, на бенгеры, которые вкупе с яркой внешностью и образом героя-любовника имели невероятную силу воздействия. Милая, 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 внешне моя мир земной. Глазами утримим, глазам не посмотри. Славами, нежными меня заговори, не много жаль моей любви, не много жаль твоей надежды. Эти слова и мотивы стали эталоном лирики. Но найти музыкальный материал такого уровня было не так-то просто. Где Киркоров, словно алмазы в рудниках, отрыл свои будущие песни. И на что ему пришлось пойти, чтобы составить самый хитовый репертуар в шоу-бизнесе. Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Главным гостем мероприятия становится Филипп Киркоров. Артист дарит молодым коронный номер. Первый танец проходит под его песню. Если хочешь идти, иди! Если хочешь забыть, забудь! Когда-то невеста еще девочкой сама была свидетельницей отношений поп-короля и Примадонны. Все мои дневники ходила на казарск Киркорова, а потом на обед с Пугачевой и Киркоровым. Мне не понравилось. Кто бы мог подумать, что Киркоров в каком-то смысле тоже станет частью ее личной истории. Именно под песню «Снег» Ксения Анатольевна познакомилась со своим будущим мужем-режиссером. Пусть весь холод этой песни останется песни «Снег» я исполнял останется в песне но не в их семейной жизни. А почему они выбрали мне эту песню? Не знаю. У Ксении это любимая песня оказывается и у Кости тоже. Оказывается они познакомились под эту песню что-то такое там было мне было неудобно спрашивать. Я человек в этом плане более деликатый чем вы. И таких историй не с честь. Под песней Филиппа Бедросовича вся страна вот уже несколько десятков лет женится, разводится, грустит и веселится. Последняя весна Где вместе ты и я Супер-хиты не падали на Филиппа Бедросовича с неба. Свои первые нетленки Киркоров искал и находил подчас у других артистов. Так произошло с одним из его первых шлягеров «Единственная моя». Который изначально написал Олег Газманов. «Открым Пришлось Киркорову подключать дар убеждения. Спасибо его супруге Марине. Потому что если бы не Марина, он бы эту песню не отдал. А когда я ее услышал на концерте у него, он только ее написал. Я бежал за кулисы, говорю, отдай, Олег. Он отдам и все. А Марина отдай. Филипп очень хорошо поет. Он не гипнотизирует, но когда ему надо что-то, он умрет, но он добьется. Не так, 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 так. И начинает испепелять своими глазками все это оппонентам. Видимо, Филипп запомнил, каково это быть начинающим полным амбицией. И как важна в такие моменты поддержка. Вот и старается в свою очередь поддерживать молодых. Впрочем, некоторые музыкальные критики и коллеги Филиппа считают, он любит молодежь, в том числе и по расчету. Ведь это лучший способ не терять актуальность. Он действительно держит руку на пульсе, он старается следить за трендами, для того, чтобы не уходить из повестки, работать в том числе с блогерами, интернет-проектом, куда, в принципе, может быть, не каждый бы пошел, задумался бы о своем каком-то имидже. Вы скажете, что это не формат для него? Плюньте, забейте. Он не боится, он не стесняется. Нужно уметь соответствовать времени, нужно меняться, не подстраиваясь, но тем не менее, все равно меняться нужно и искать постоянно новый репертуар, новые образы. И у него это очень хорошо получается, может быть, лучше, чем у всех остальных в нашей стране. Фил органичен во всех образах. Настала, в общем-то, эра хайпа, такого быстрого шума, трендов, тенденций, и Фил не потерялся. Он, получается, один такой. В 2000 году, когда Киркорову исполнилось 33 года, он решил, всю жизнь он будет чувствовать себя именно в этом возрасте и не годом больше. И Филипп сдерживает данное себе обещание. Он легко может примерить на себя образ рэпера, а с юными коллегами по цеху говорит на одном языке и не скажет, что Филипп Бедросович родился в эпоху, когда не было интернета, а на телевидении было от силы две музыкальные программы. Он добрый парень, добрый мальчик в теле взрослого мужчины. Но о такому парню, как говорится, закон не писан. И закон времени тоже. Филечка, дорогой наш, любимый друг, наш маэстро. Дорогой Филипп, дорогой Филипп, Филимончик, дорогой Филипп Ошин, дорогой Филя, тебе 55 лет. Любимый, уважаемый король всея Руси, Филипп Киркоров. Поздравляем вас с днем рождения. Снимаю маску перед вашей персоной. Вы человечище, вы артистище. Я очень благодарен за тот проект, который мы смогли сделать вместе, за нашу дружбу. Пускай вас окружают вокруг все факторы, которые создают вам ауру безумно счастливого человека. Я желаю вам оставаться таким же, на самом деле. Не слушайте никого, если вам говорят, что вы странный, вы все знаете, вы не странный. Мое уважение к вам, оно настолько огромное и честное. Пусть вы еще долгие годы будете номер один, а мы, кто помладше, будем смотреть и брать всегда вас в пример. И желаем ему всегда оставаться топовым. И самым стильным, он всегда самый сильный. Смеящимся над собой, потому что, видимо, в этом безумная сила. Там, где, допустим, у кого-то не получится и он упрется в какую-то преграду непреодолимую, Фил как-то раз-раз-раз, как сгустила вода. Потому что вы, король, Филипп Педросович, это неоспоримый факт. Как бы вы себя не вели, как бы к вам люди не относились, таких, как вы, нет. Если нужно перезаписать и сделать еще сто дублей, он их готов сделать. Это очень круто. Быть, скажем так, королем эстрады и при этом оставаться тем же трудягой и ответственным человеком. Вы сидите на горящем троне и вы до сих пор никому этот трон не уступили и судя по вашей размашистости и масштабности не собираетесь плодировать. Я хочу поздравить нас всех, что у нас есть. Человек, который никогда не останавливается и верит, что он номер один был, есть и будет. Оставайся всегда молодым, счастливым ребенком. Твори, созидай, процветай, хулигань, экспериментируй. Столько лет на сцене, это, конечно, это очень тяжело и это, ну, просто браво, браво. И пытается еще как-то с молодежью поиграться, а не только на свою аудиторию, поэтому красавчик. Филипп, если ты это смотришь, ты молодец, сердечко тебе. Везде праздник, он круглосуточно праздник, понимаете? Поэтому я ему правда желаю огромного здоровья, эмоционального тоже здоровья. Есть кое-что, что мы с тобой еще не сделали. Мы должны были записать дуэт. Возможно, это время пришло. С днем рождения, Филипп. Всегда твоя Бузяндра! Спасибо вам. Я люблю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!